Центральная историческая часть Ульяновска с высоты птичьего полета прекрасна. Небоскреб, гостиница Венец, огромная Волга. Но стоит спуститься с небес на землю и все краски меркнут. К примеру, вот улицы Красногвардейская и Мира. Здесь когда-то жила знать Симбирска. Теперь через дом аварийные заброшенные полуруины. Причиной этого вот эти таблички. Они как черная метка. Теперь дореволюционное строение можно только отреставрировать. Это помимо работы, материала, различные скрупулезные согласования с чиновниками, историками, краеведами и так далее. Получаются гигантские суммы с шестью нулями. Бизнес их тратить не намерен. А центр Ульяновска так и останется в руинах. Окна аварийных домов памятников сплошь увешаны объявлениями о продаже квартир в них же. Правда, владельцам этой рухляди приходится надеяться исключительно на чудо. Тут, перефразируя фразу из известного фильма «Джентльменная удача», можно сказать только одно. Кто же его купит? Он же памятник. Их переводят в разряд памятника. И уже с ними... Переводят? Да. И с ними уже ничего не сделаешь. А какой памятник может это быть? Это уже не памятник, мне кажется. Она чисто культурная. Не знаю, кому они нужны. Раз в год мимо них пройти и посмотреть, как красиво, но не стоит оно того. Да, значит, статусы лишать исторического наследия. Их же поэтому не сносят. Значит, лишать статуса и перестраивать. Людям разрешать ставить дома. Я не считаю, да, что это наследие, конечно. Это не очень симпатичный дом. Эта улица очень красивая. Но вот эти дома, конечно, они не украшают эту улицу. Но вот в таком состоянии, как здесь, вот это все не очень как-то. Нет, на самом деле было бы намного приятнее, если бы здесь были хорошие такие здания, красивые. Потому что все-таки центральная часть города. Это наше лицо нашего города. То, естественно, их надо уже как-то убирать и срочно что-то новое, современное. Жильцов дома 26 по улице Мира недавно расселили в благоустроенной квартире. Пока на этом строении конца 19 века нет черной таблички. Один из бизнесменов-застройщиков выкупил этот дом вместе с землей. Но как только это произошло, тут же местные крыведы опомнились. Развалина может быть исторической, а может и нет. Главное это процесс, причину нашли. Уникальные наличники, мало кому известная за пределами Чувашии, «Аллатрская резьба» с уникальными маковками. Процесс запущен, а бизнесмен из-за простоя может стать банкротом. А это место в центре Ульяновска. Помойкой и притоном. Фактически мы выполнили работу государства. Помогли людям. Расселили их из этой аварийной трущобы. Благоустроены новые квартиры. Теперь благодаря действиям этих защитников, маковок, мы остаемся у разбитого коры. То есть фактически нас кидают. И мы можем макротиться, как и другие предприятия. Ирина Львовна Зубова – председатель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников. Она – один из инициаторов идеи развесить по городу как можно больше табличек. На камеру с упоением рассказывает о прежнем хозяине этого дома – мещенине Башанове. И уникальности «Аллатрской резьбы». Почетным гражданином города Симбирская. И он очень много лет проработал в городской думе. И с его именем связано очень много начинаний в нашем городе. Особый тип резьбы состоит в том, что столбики такие специально выпиливаются. Вы поймите, что никто, ни этот дом, ни эти наличники реставрировать никогда не будет. Частникам это просто не выгодно. А гордой области нет времени. Если вы оставите как есть, то они пропадут и сгниют. Мы готовы максимально корректно снять эту резьбу и передать любой музей. Хоть Лувр, если возьмут туда, конечно. Сохранить культурное и историческое наследие города – дело, конечно же, благое. Вот только ограничивается все мраморными табличками. Что делать со строением дальше, никто не знает. К тому же во время интервью с Ириной Зубовой произошел казус. Оказывается, в этих гнилушках с табличками еще живут люди. Многодетные семьи с маленькими детьми. Они как заложники исторического наследия. Вот заброшенный дом, вот заброшенный дом. В том-то и дело. На Красногвардейской огромное количество заброшенных домов уже с табличками. Их уже никто не возьмет. Это гигантские деньги. Частник не возьмет. У государства денег нет. Проходите. Проходите, да. Мы тоже можем сказать, что у нас дома в арене тоже с табличкой. А за стеной трое детей маленьких. Старшему 8, 7 и 3 года. И никто ничего не предпринимает. Соцзащиты, правда, просят за нас. Но все равно все без результата. Полдома купили, а там пусть падает стена на детей. Мира 18, угловой дом. Через пару дней отправляемся в этот дом. На Мира 18. Вот табличка, что это памятник. Изнутри зрелище еще ужаснее, чем снаружи. Увык, но к нашему удивлению, люди еще недавно кричащие о помощи. От камер почему-то закрылись. Их понять можно. Государственные структуры имеют мощные рычаги давления на многодетные семьи, проживающие в таких условиях. Ребятишек могут просто забрать в детский дом. Зато соседи оказались более словоохотные. Недавно тут обвалилась стена и потолок у одной, к счастью, пустующей квартиры. И смех и грех. Но управляющая компания продолжает взимать жильцов в плату за капитальный ремонт. Может, лет 10 назад, может быть, меньше, упало дерево. И, видимо, потревожило крышу. Ну, опять же, никак не капитальный ремонт, как и не управляющая компания, никто, который не отнялся с этим, с должным уважением к этому. Он потихоньку начал развалить. Развижается, начал, наверное, год-полтора назад. Сначала одно упало, потом другое, потом вообще все свалило. А вот в соседнем, спорном 26-м доме может обнаружиться еще одна историко-аномальная вещь. Если от газа и электроэнергии его отключили, то вот перекрыть воду никак не удается. Ни собственник, ни историки, краеведы, ни специалисты Ульяновского водоканала не знают, где кран. Поэтому тут круглосуточно хлещет вода из аварийных труб. И если этот дом не развалится сам, то скоро уплывет вдоль по переулку. Дмитрий Гурин, Сергей Ивлев. Специально для Уллправда.ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова